Эйнцвейнрей и пошло. Ну вот опять мы на тропе. 19 февраля. Погода позволяет, морозит. И пойдем. Жаль, что еще скользковато. Вроде бы потаяло, но не везде. Здесь в парке только каток залило. Видите, какой. Будем искать, где можно походить, не опасаясь поскользнуться и растянуться. Солнышко встает и это очень хорошо. Да, да. Мыслей накопилась туча. Ну и начнем по порядку. Я переписываюсь с мужчиной. 52 года. Вот он как-то, насколько я понимаю, без семей. И все. Хочет какого-то. Чего-то хочет, будем говорить. Вот переписываемся. Его затронули мои книги. Особенно книга. Мне 50 лет. где я описывал свои мысли, свой опыт во время голодания, когда я начал голодать. Это как-то его зацепило. И вот он тоже голодает. Начал голодать лет 10 назад. Говорит, что получил очень-очень хорошие результаты. А сейчас он там насухо голодает что-то. Двое суток, то ли в неделю. И говорит, что все как-то превратилось в рутину. Ничего интересного нет. И вот хочет самосовершенствования с помощью голода. И как, как бы сказать, вот в каком-то распуте находится. Плюс, как он пишет, в конституции у него ветра. И, ну, все такие вещи, что там происходит во время первого возбуждения ветра. То он там переедает по килограмму-полтора, что-то там съедает. То потом, значит, запор, то проносит, то... Короче, полный разбаланс организма. И вот что-то так уперся он в это голодание. И как-то думает, что оно ему поможет. Что бы я вам хотел сказать. Вот смотрите, что я ему написал. Голодание... Ну, говорит, есть две вещи. Это посвящение и просветление. С помощью голодания можно получить посвящение. Это длительный голод. Человек уединяется и начинает там читать мантру или там молитвы. И в результате этого он соединяется с той или иной силой. Проводником которой он становится. То есть, от этой силы, от этого духа, будем говорить так. Он получает, естественно, какие-то тоже силы может там пользоваться. Но, в любом случае, проводник этой силы. Значит, он проводит ее. Тут, конечно, большое значение имеет, к чему ты подключишься. То есть, проводником какой силы ты ставишь. Имеется огромное количество случаев, когда люди неподготовленные, но так вот горящие, получить посвящение. Уединяются, начинают там голодать. И их, они попадают в прелесть. То есть, ну, в качестве примера приведу один случай. В монастыре один монах. Все, хотел получить посвящение, уйти в затвор, там молиться, поститься. Ему опытные монахи говорили, ты еще не созрел для этого, рано, рано. Но, тем не менее, он ушел в затвор. И, значит, там, как он рассказывает, значит, молится. Потом слышит голос. Мол, ты уже стал такой святой, достиг такой святости. Ты вот только читай старый завет, а молиться мы за тебя будем. Уж такой ты вот великий. У него открылся дар прозорливости. Вот, ну, ряд таких интересных особенностей он там рассказал. Но, тем не менее, монахи поняли, что он попал под влияние демонических сил. Стали за него молиться. И еле-еле его отмолили. Так вот, самое интересное, что, когда они его отмолили, он разучился там читать. То есть, все забыл, что до этого знал. Его пришлось учить грамоте заново. Вот. То есть, вот такие вещи. Человек думает, что с помощью затвора поста он получит посвящение. А на самом деле он получает нечто обратное. Поэтому тут велика такая опасность в этом деле. Вот поэтому надо вопрос задавать себе. Зачем тебе надо посвящение? Что ты хочешь в результате этого получить для себя? Потому что использовать ее, если это такое настоящее посвящение, в каких-то корыстных целях не удастся. А зато вот в целях, будем говорить, зла, это уж будет как пить дать. В результате жизнь не удастся. Теперь про просветление. В просветление также многие используют голодание. однако, однако, это как бы только всего лишь средство для того, чтобы свои, будем говорить, свои отрицательные черты характера, отрицательные привычки поставить под контроль. Но просветление достигается путем рассуждения. Рассуждение. Вот в этом плане работа над собой идет. Человек рассуждает, думает, беседует, сопоставляет. И в результате приходит каким-то таким выводом. Он успокаивается. И говорит, вот его там перестают многие вещи волновать. И вот в связи с этим вспомним Будду. Он сидел под деревом и голодал, ожидая получить просветление. Сидел-сидел, голод идет. Сутки, неделя, месяц. Сколько там, сорок дней. И он уже понял, что просветление он не получит, а может умереть. Вот. Вышел из голодания. И только путем рассуждений, бесед, сопоставлений, наблюдений, анализа. То есть это должна быть большая умственная работа. Он получил просветление. Ну вот насколько я так понимаю. Поэтому, вот делаю такой голод, ну как он там, двое суток насухо там, в неделю. Он говорит, я так успеваю только отъесться и опять голод. Это совершенно не та работа, которая должна быть. Работа должна совершаться в уме. Прежде всего в уме. В противном случае ничего не получится. Плюс есть такое понятие, как жизненная задача. То есть круг вопросов, которые каждый человек индивидуально должен решить в этой жизни. С кем-то отработать карму. То есть создать семью это тоже одно из условий нормальной жизни. Потому что мы тут совершенствуемся за счет окружающих. Не за счет взаимодействия с высшими силами. А за счет того, если бы мы взаимодействовали с высшими силами, мы бы сами были этими силами. И тут бы не находились. А так как мы находимся здесь, то у нас совершенно иная задача. Совершенная задача. Свою личность обточить. Насчет вопросов доброго здоровья. Насчет в первую очередь. Ага, спасибо. Насчет черт характера в первую очередь. Побуждений. Еще более в первую очередь. То есть побуждение у нас порождает различные черты характера. То есть мы должны проработать себя. Поставить под контроль свои чувства. Свои черты характера. Чтобы стать такой гармоничной и равновешенной личностью. Которая успокаивается. И я вот этот процесс интересно наблюдаю на себе. Вот это вот внутреннее раздражение, неудовлетворение натолкает на то, что человек начинает что-то искать в этой жизни. То он то в религии, то там голодание, то в оккультизм, кто там еще куда-то все там уходит, уходит. Пытается, значит, вот найти нечто, что его успокоит. Вот и я помню. И когда человек вообще продолжил лучше мысли. И я помню себя таким. Вот начал все это дело. Только я женился, родился ребенок. И вот что-то у меня тут включилось. Вот такие вот поиски. То есть, когда я занимался тяжелоатлетикой, и думал, что буду вот таким сильным, могучим. За счет этого, значит, и выступать там, как спортсмен-профессионал, получать там деньги. И это все там нормально. То есть жизнь была подчинена вот этому процессу. И потом профессиональный спорт. Ну, сколько там он длится. Он же не вечен. У каждого человека по-своему достигнул мастера спорта. Ну, больше. Несколько мастера спорта я делал результат. Вот я что-то понимаю, что можно сказать, вот-вот примерно и все, на что ты там способен. Вот и начинается, будем говорить, обычная жизнь. То есть семья. Надо где-то работу найти более-менее нормальную. Надо там то-се. И вот какая-то, может, разадаптация. Непонятно, что, что, как, зачем. Вот. И начинаются там поиски. Я, у меня там летняя кухня была. Ухожу. Можно так сказать, затвор там, что-то там делаю, тружусь. Там голодаю. Занимаюсь там, говорю, на терапии. Ну и что, это привело к тому, что я настроил против себя буквально-таки всех. Был на грани развода. Значит, буквально-таки всех, может, близких, родных, друзей, они стали считать меня. Да, чокнулся, Генка. Вот. А я тем временем вот это что-то делал, что-то там стражил там. Сам там ночевал в этой летнице. Аж до такого, до холодного времени уже там было. За малым чуть не угорел. Он отапливался вентилятором. Таким, знаете, вот этот. Теплом дует. Этот вентилятор как загорелся. Дал такой дым. Вот. А я... Хорошо, что я вовремя проснулся. Я проснулся. И знаете, вот еще немного, я действительно угорел бы. Вот этот вот черный дым от обмотки вентилятора. Он поднялся к потолку. Потолок низкий был. И он, знаете, как туман висел. И вот еще немного он бы начал опускаться чуть ниже. И я бы угорел во время сна. Вот жена приходила, меня вытягивала. Я там уперся. Нет, там не пойду. Ну вот такое было, что все. Ты стал асоциален с семьей. Семью можешь разрушить. Родителей от себя оттолкнуть. И друзья там вертят у виска. Вот. И все это мои голодания, вот что я там делал. Все это шел. Набивал шишки. Сплошные ошибки были, понимаете. Сплошные ошибки в этом голодании там. Вот еще само голодание можно так сказать. Ты голодаешь, а на выходе что-нибудь. Что-нибудь досморозишь такое. Вот. И только, только благодаря, как бы сказать, вот действительно Господь уберег от всего этого, что, чтобы говорить, как-то, ну и люди все-таки вокруг. Особенно супруга. Оказались мои люди. Которые меня хоть не понимали, но все-таки где-то в меня верили, держались. Потому что, знаете, одно дело пьяница, дебошир, а другое дело, человек все-таки вот что-то хочет, что-то ищет. Ну, тем не менее. Тем не менее. То есть это не тот путь. И вот, потихонечку, потихонечку работая над, над, Бог говорит, собой, понимая, что надо учитывать не особенности, а личность человека, который с тобой рядом. Его потребности, его там желания. А не просто тут, говорит, это для меня, это там мое. И, грубо говоря, порабощать его под себя, подгребать. Это, он говорит, как раз ведет вот к развалу семьи, если человек не становится вообще там тряпкой. И только там с тобой. Либо же он понимает, что ты вот такой великий, что, грубо говоря, надо тут за тобой ноги подтирать. Добро здоровиться. Я изучаю все эти вещи. Сначала там понимаешь, видишь внешнюю сторону. Как-то внутреннюю сторону не видишь вот этого всего процесса. Потихонечку начинает проясняться, проясняться. И ты начинаешь понимать вот суть все-таки процесса. О том, некоторые говорят, так, я перескочу. Вот причины заболевания, мол, почистил организм. Постойте, причины заболевания лежат в том, почему ты его загрязняешь, а не в том, что ты его очистил и в результате исчезли заболевания, которые появились в результате загрязнения. Почему ты его загрязняешь? Вообще-то вот такую вещь я понял. Вот все, что тебе надо на твоем данном этапе развития, ты все это можешь получить. Начинаешь стремиться. И тебе так или иначе даются вот эти вот знания, возможности. То есть как-то они открываются через книги, через встречу с каким-то человеком, вот, через общение или еще как-то. Но именно на то, что ты готов. И если ты к этому не готов, то смотрите, вот опять-таки, посвящение. Не готов принять по-настоящему, если ты хочешь там отречение от этого мира, для того, чтобы ты служил проводником, будем говорить, какой-то там божественной силы. Хорошего смысла силы. То должен от этого отречься. Причем отречение должно произойти не какое-то насильственное, а вот такое добровольное у тебя. То есть в результате посвящения ты вот тоже понимаешь, что вот так вот, вот так вот. И это должно быть, ну, должен жить в соответствии с этим. Вот это такое внутреннее побуждение, которое ведет тебя к умиротворению. Просветление. Ну, вот тоже просветление, оно, будем говорить, одно дело, ты там при посвящении становишься проводником силы. При просветлении ты, ну, не хочу сказать, что ты сам становишься силой, но что-то в этом есть. Ты просто-напросто так же понимаешь особенности этого нашего, допустим, общества, которое пропитано вот наживой, которое, ну, говорит, если ты честный человек, ты просто-напросто в него не вписываешься. Тебя заставляют или заставят действовать вот так вот, как идет сейчас это течение наживное. Деньги, купи-продай, на других наплевать, вот эти банки, мамки и разобщенность людская. Каждый думает, что он что-то там как-то, ну, в чем-то лучше, удачливее других. Где-то там успешнее, ему там повезет, а на самом деле нифига это так. Только у тех, получается, которые действительно вот это вот идут по головам и им наплевать. То есть они используют людей дальних и ближних как средство для достижения каких-то там целей, которые в конце концов оказываются обманчивыми. Вот, и все это, грубо говоря, мерзлость вот это вот все это. Видишь, и ты тогда становишься другим человеком, либо уходишь от этого. Плюс, если там еще присоединяется ясновидение, ты начинаешь видеть потусторонний мир, который вообще там по-своему прекрасен и ужасен. И тут можно и свихнуться с ума. А в нашем случае, в случае человека, я лично считаю так, в первую очередь вот я успокоился. Вот раньше было так, а вдруг меня там кто-то ударит, а как это так, я тут переживал, еще тебя никто не ударил, а ты, ну это еще ребенком там было, а ты как бы тебя унизили, там оскорбили, как там ответить, не ответить. Вот это вот, знаете, и в более зрелом возрасте ты подойдешь к девчонке и скажешь там, вот, ты мне там нравишься, она тебе ответит, а ты мне не нравишься, как-то, как-то это унизительно, оскорбительно. Ну и так, вам говорить, и вот подобные там мысли постоянно там пребывали, окружали. Вот теперь же мне как-то все равно ударят. Ну и я там, допустим, ударю там. Ну нет такого, что ты подходишь к человеку или к человеку подходит, ты как-то не боишься сказать ему не какую-нибудь ерунду там, а вот то, что как-то его взбодрит, приподымет. Не боишься открыться другому человеку, несмотря на то, что это может он использовать в каких-то там плохих там целях. То есть ты не боишься замазаться вот об этот мир. Вот интересная вот эта вещь. Ты не боишься, допустим, уйти там от каких-то соблазнов, уйти от больших денег. Вот такое, ты как-то уверен в себе, спокоен, уверенность и спокойствие. И просто-напросто делаешь свое дело, и как оно идет, так оно и идет. Ну вот так вот. Поэтому я ему вот это вот написал, только гораздо короче, и сказал, что рассуждения, рассуждения лежат в основе совершенствования личности. А не голодание, не голодание, не, грубо говоря, накачка тела, не еще там какое-то там особое питание. И если так уж разобраться, вот именно для здоровья, посмотрим на долгожителей, на супер долгожителей, те, которые там прожили 120-150 лет. вот все они оказались пастухами. То есть для здоровья важен это душевное равновесие, то есть ты там от людей где-то там посеешься, они на тебя не влияются, это ты там озами, козами, вот. Это умеренное движение, и причем достаточное движение должно быть. Там не накачка, просто ходьба. Здоровое питание на свежем воздухе. И все. И ты, будем говорить, вот и здоров. И живешь долго. А тут целую индустрию раздули вокруг этого здорового образа жизни. И питание, и питание мы сделаем тебе, подадим. И ты в тренировку иди, и массаж сделаем, и диагностику сделаем. И супер долгожительство. Достигает мало людей. Так, единица. Ну, вот такая вот беседа получилась. Продолжение следует...